Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня поговорим об очередных покупках в магазине Подружка. Сейчас августом, конечно, новые акции, но у меня уже косметическая диета, поэтому я не приобретаю все подряд по акциям, а покупаю только то, что мне необходимо. Итак, я, как всегда, без макияжа. Догадайтесь, почему? Правильно! Потому что я все люблю пробовать на себе и сразу. Считаю бессмысленным записывать обзоры косметики, в которых мои подписчики не видят, каким же образом выглядят эти самые косметические средства на лице. Ну, конечно же, я чуть-чуть совсем нанесла румяна и слегка-слегка выделила губы. Больше на моем лице ничего нет. У меня довольно хорошее состояние кожи в мои 43 года. Благодаря хорошему уходу я избежала многих проблем. Для кого интересна тема ухода, обязательно посмотрите мои ролики об уходе. Оставляю вам ссылочку вот здесь под восклицательным знаком. К покупкам. То, что нам было необходимо. Мы начинаем с полезностей, которые нам нужны в быту. Что я купила своей дочке? Это вот такую чудесную расческу. Леди Пинк. В магазине Подружка стоимость этой расчески 295 рублей. До 15 числа там скидка 15%. Ну, то есть, конечно, у меня по моей карте и так скидка 15%. Но сегодня было особо приятно. Чем эта расческа хороша? Как вы видите, у нее очень крепко сидящие зубчики. Это во-первых. А во-вторых, они очень широко расставлены. То есть, для тех, у кого очень густые и очень длинные волосы, у нее волосы очень и очень длинные, то есть ниже бедер. Постоянной проблемой с такими длинными волосами является тот факт, что зубчики не выдерживают, просто вылетают. А также, если их довольно много, то волосы путаются. А у нас, как вы видите, кудрявые волосы. Считаю это очень хорошей покупкой, красивая, очень прочная, на мой взгляд. И, кстати, она не тяжелая. Я к вам, как всегда, с чеком. Так, 208 рублей со скидкой 15%. По-моему, отлично. Обязательно расскажу вам, как она живет у нас, как она себя ведет. Приобрела вот такой вот замечательный гаджет. Наверное, вы видели очень дорогие гаджеты, очень похожие на этот. Этот фирмы DECO ACCESSUARS. Он выполнен из очень-очень мягкого такого материала. Сейчас покажу вам. Давайте откроем. Вот таким образом продеваются пальчики. И вы хорошенько отмываете свое лицо, либо снимаете маску, либо, что я бы вам рекомендовала, делаете массаж от мимических морщин, которые я показывала вам в своем видео. Тоже ссылочку вам оставлю. То есть, делаете массаж по маслу, вот этим вот гаджетом. Если он хорошо будет себя вести, а я чувствую, что он уже очень мягенький, он не будет травмировать кожу, по маслу он будет кататься идеально. Я приобрету второй, тем более, что стоимость его просто смешная. Спонж для очищения лица 126 рублей со скидкой. Я думаю, такой же приобрету второй, чтобы сразу с двух сторон делать. Сначала пробую этот. Расскажу вам обязательно. От этой же компании DECO спонжики. Вот такие вот треугольнички, которыми очень удобно наносить консилеры под глазки, а также растушевывать вот здесь какие-то корректоры. Спонжики очень мягкие. То есть, знаете, иногда бывают такие прям дубовые. Когда спонж очень жесткий, он будет обязательно растягивать кожу. Эти, ну просто мягчайшие. Знаете, что они мне напоминают? Они мне напоминают те самые спонжики, которые вырезали гримеры в театре. Я видела, как они это делали. Да, раньше спонжиков таких не продавали. И даже профессионалам не продавали. Если бы лет 30 назад им показали вот такой вот наборчик, они просто обосплагодарили бы небо. Серьезно. Это была огромная проблема. Как правильно нанести и закрепить макияж пудрой. Грим был очень жирный в театрах. Было крайне неудобно его наносить пальцами. Буду их использовать. Также очень удобно, что здесь есть черные спонжики. Я думаю, что они будут выглядеть более чистыми, честно говоря. Считаю, это прекрасной покупкой, тем более очень бюджетной. Следующее, что я приобретаю в подружке уже не первый раз, это вот такой воск для ногтей. Что в нем содержится и чем он отличается от простого пчелиного воска? Да, там действительно есть пчелиный воск. Но еще там есть кастуровое масло, экстракт эолиоторокока, женьшиня, апельсиновое масло, экстракт облепихи, масло сандала, иланг-иланг, масло гвоздики и витамин Е. Друзья, это очень здорово укрепляет ногти. И это закрывает чешуйки, заполировывает ваши ногти. Сейчас я их лечу, так что это вариант идеальный. Также, если вы постоянно используете лак или шилак на ногтях, вы можете в перерывах делать это как терапию. Стоит это буквально 60 с небольшим рублей со скидкой. Хватает на очень долго, несмотря на то, что это вот такой малюсенький бочоночек. Вот таким образом мы просто набираем чуть-чуть и протираем, включая кутикулу. Этот воск замечательно увлажняет кутикулу. Я ношу его просто с собой в косметичке, а вторая штучка лежит у нас в машине. Когда я куда-то еду, я могу всегда воспользоваться им и по дороге привести ногти в порядок. Так, замечательная вещь, эту штучку я уже приобрела для мамы, потому что она заметила изменения моих ногтей в лучшую сторону. Они перестали слоиться, я очень этому рада. Что ж, друзья, у нас с вами целых три косметических средства. С чего мы начнем? Предлагаю начать с теней. Именно теней у меня сейчас на глазах нет, как, собственно, и туши. И вы сейчас поймете, почему. Это Као Тату, 24 часа от Maybelline. Этого цвета у меня еще не было. Почему я его приобрела? Это номер 93, Creme de Nude. У меня есть база от Essence, которая дает прозрачный бежеватый, такой желтоватый бежеватый оттенок. То есть такой кремовый. Но она имеет недостаточную плотность покрытия. А мне бы хотелось не слишком много потом еще дополнительно наносить тени на свои глаза. Поэтому я попробую сейчас эти. Вы увидите результат. Все кремовые тени я наношу кисточкой, а затем вот так вот распределяю пальчиком. Они довольно стойкие, поэтому, если вы будете использовать такие тени, постарайтесь как можно быстрее их распределить, чтобы они не застыли. Да, как видите, у них довольно сильная плотность покрытия. И мне это нравится. Пока для меня они немножко суховаты. Вполне возможно, что это не будет никак меня беспокоить. Посмотрим. Так это выглядит на глазах. По-моему, очень хорошо. Прекрасно перекрывают веночки. И следующие тени уже сухие от Vivienne Sabo. Почему я их приобрела? Они имеют нейтральный оттенок. Это 112 номер. Коробочки изображены такие вот часики. Очень красивая коробочка. Средние между розовым и бежевым. Я делаю их специально для того, чтобы делать их как подложку для сухих теней, которые на них будут тушеваться лучше. Они имеют сатиновый финиш. Довольно мягкий. И сейчас я полностью покрою все подвижное веко. Зайду чуть выше складочки века. Интересно. Вы знаете, я никогда не пробовала тени Vivienne Sabo, но, как ни странно, они мне очень понравились. Такие бюджетные тени. Смотрите, они совсем не сыпятся. Как подложечка для сухих теней, они просто идеальны. Цвет абсолютно нейтральный. Посмотрите. Более темные тени. Я оттеню складочку века для того, чтобы макияж выглядел более законченной. Так как мне сейчас еще встречать гостей, и я хочу выглядеть естественно. Совсем немножко положу вот сюда в уголок и растушую. Кисточки от Эко Тулз с сайта Ахерб. В этом сайте у меня есть 5% постоянная скидка, поэтому вы всегда можете ей воспользоваться. И в этом ролике я также оставлю ее для вас. Для девушек, у которых слегка опущена внешняя часть века по первому типу, этот макияж очень подойдет. Я говорю о типах опущенного века, потому что сняла отдельный ролик. Посмотрите его, пожалуйста, также оставляю вам ссылочку. Осталось накрасить ресницы, что я оставила напоследок, потому что я приобрела то, о чем очень давно слышала. Это комплексная сыворотка для ресниц с маслом органа 5 в 1 от Эвелайн. Что обещает производитель? Удваивает объем ресниц. Сейчас все проверим. Дальше удлиняет, укрепляет, питает и восстанавливает. И следующее стимулирует рост ресниц. Предотвращает выпадение. Если здесь есть масло органа, то это все да, так, но только при очень и очень частом использовании. Многие девушки говорят, что она не делает ничего, кроме того, что экономит им. Тут, внимание, очень интересный способ экономит люксовую тушь, которую они стараются растянуть, но подольше. У меня вся моя тушь люксовая практически вся закончилась. Была в Сен-Лоран, была Дольче Габбана, была Шанель несколько штучек. И теперь у меня только бюджетные туши, которые я тестирую, и они мне также нравятся. Что сейчас мы будем с вами делать? Мы будем ее проверять на деле. Таким же образом. Я взяла самую простую тушь от Диваж. Pump It Up 90-60-90. Вот так выглядит эта тушь. И, по моим ощущениям, она не делает ничего особенного. У меня довольно длинные, но очень тоненькие реснички. И мне нужен обычно объем. То есть длина есть, но объема никогда практически нет. Практически ни с одной тушью. Только тушь от Шанель давала мне довольно большой объем. Сейчас у меня ее нет, и я упорно стараюсь найти тушь в бюджетном сегменте, в сегменте масс-маркета. Пока я ее еще не нашла, которая давала бы мне такой же объем к моей длине. Итак, эта тушь не дает мне большой объем, поэтому я буду тестировать ее на вот этой базе. Один глаз я накрашу только этой тушью. Второй глаз я буду вначале наносить вот эту сыворотку, а потом уже слой этой туши. Поехали! Нижние ресницы обычно не прокрашиваю, либо прокрашиваю тушью, которая очень здорово разделяет реснички. Это же чуть-чуть склеивает реснички, поэтому не хочу выглядеть как кукла, и нижние ресницы прокрашивать сегодня не буду. Посмотрите, пожалуйста, результат. Это мои натуральные реснички без базы Evaline, да? То есть один слой обычной-обычной туши. Так они выглядят всегда, после практически любой туши. Теперь начинаем эксперимент. Этой базы Evaline, силиконовая щеточка, очень мягкая, как вы видите. Само средство белое абсолютно. Нанесем его на реснички. Вот так выглядит один слой этой базы. Я не поленюсь, я нанесу второй, потому что считаю, что этого совсем мало. Как-то не слишком большим объемом она наносится, довольно жидкой. Ну, может быть, потому что она еще новая. Ахаха! Так интересно! Смотрите, какие белые. Реснички от Кутюр. Многие девушки с таким макияжем выходят на подиум. То есть с белыми ресницами. Оригинально, да? Гримм нежной королевы. Теперь нанесем хотя бы один слой туши от Диваш. Мама! Она склеила мне все ресницы, и они стали, как у куклы огромные. Так, попробуем их расчесать. Что ж, правый глаз прокрашен только тушью. Второй глаз мы с вами прокрасили двумя средствами. Вот такой результат. Я в шоке, честно говоря, от этого результата. Это абсолютно театральный вариант. Мне тяжело даже моргать такими ресницами. Смотрите. Ресницы сейчас, как я чувствую, дотрагиваются до верхнего века. Это непривычно для меня. Да, они у меня, как вы видите, длинные, но не до такой степени. Они похожи просто на лепестки ромашки. Это перебор, конечно. Ну, поэтому вы делайте вывод сами, какой я вывод делаю для себя. Я буду использовать эту базу, но только один слой, и потом один слой любой туши, которая не дает мне эффекта увеличения объема. Сейчас мне придется смыть с этой стороны все туши, нанести заново, потому что, как я слышу, гости уже приходят. Вам спасибо большое, что вы были со мной. Надеюсь, этот ролик был для вас полезным. Желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!